Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нахожусь в отношениях на расстоянии почти 3 года, видимся нереже 2 раз в год. Сама студентка, живу в большом городе, мне 22. Понравился парень, учимся вместе, часто видимся и общаемся. Про мои отношения знает, что ему я нравлюсь, говорил об этом. Решительных шагов не делает, не ухаживает. Спустя время мы переспали, получается, что изменило. Есть чувство вины, переживаю, из-за этого не знаю, как быть. В глубине души хочется быть с парнем, который сейчас нравится, но не вижу решительных шагов с его стороны, не понимаю, как быть. Чувство, что меня использует, потому что удобно и всегда рядом. Либо ему просто скучно и он проводит время со мной. Парень всегда на связи, возможности приезжать часто нет, но старается при любом случае. Часто говорим о будущем, с ним не приезжают, потому что учатся за границей, вижу, что серьезен ко мне. К нему чувства как будто остыли, но в нем я однозначно вижу родственную душу. Нахожусь в подвешенном состоянии. Ну да, ваше подвешенное состояние, оно вполне нормально, потому что в определенный момент ваше чувство, вот, ко всей этой ситуации, в первую очередь, к самой себе, вот, значит, стали играть с вами злую шутку. Вот. Смотрите. Значит, нахожусь в отношениях на расстоянии почти три года. Это не отношения. Вот, давайте сразу. Это не отношения. То есть, по сути, вы расстались. Да, да. Да, он нам может нравиться, вы можете видеть с ним будущее, вы можете видеть с ним в нем родственную душу, вы можете общаться с ним. Но это не отношения. Понимаете? И в глубине души вы это знаете, что это не отношения. Это просто вот времяпривождение. Да, просто вот какой-то контакт человека. Это может быть друг, там, по переписке. Да, это может быть знакомый по переписке, но это не может быть вашей пары. Вот. Вы это знаете? Как это получается? Получается, это так, что вы, находясь вот в таком роде отношениях, как бы чувствуете, что вы, ну, привязаны к человеку. Вот. Вы чувствуете, что вы привязаны к человеку. Ну, вот вы чувствуете, что вы не свободны в этом смысле. Просто. То есть, вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы вы в отношениях, да. То есть, ну, вот, какие-то обязанности у вас есть, да. Есть какие-то обязательства, вот. Ну, ответственность есть, есть. Наверное. Это все правда, это все верно, верно, что это все, это все действительно, это все действительно есть. Вот. Только, м-м-м-м, все это на расстоянии. И, в какой-то, в какой-то момент вы начинаете чувствовать, что вы себе не принадлежите. Вот. Просто. Вот просто вы себе не принадлежите. В какой-то момент вы начинаете это чувствовать. Это не нравится никому. Не только вам, кому угодно это не понравится. Вот. Что начинает, что начинает чувствовать человек? Когда это происходит? Он начинает чувствовать злость. Вот. Надо чувствовать. Обиду начинает чувствовать. Расочарование. Вот. Начинает чувствовать несправедливость. Да. Очень легко. Очень легко. Очень легко здесь начать чувствовать несправедливость. И вот вы, собственно, эту несправедливость чувствуете. Но зажимаете ее, потому что заставляет себя быть в отношениях с этим человеком в силу того, что он вас... Ну, привлекает, да, то есть вот вы говорите, что видите, видите в нем родственную душу и так далее. Вот. Поэтому вы себя доставляете с ним быть. По сути. Вот. Ну, вы не свободны. Ну, вы не свободны. Ну, ладно. Ты вот так сам. Дальше. Да, то есть это вот определенные ограничения. Вы сталкиваетесь с ограничениями и вот на них как-то реагируете. Дальше. Сама студентка скажет, что вы в большем городе, мне 22 года. Да, то есть, ну, вот вы для чего это пишете? Вы это пишете для того, чтобы мы вот поняли, чтобы мы поняли, вот, чтобы мы, ну, может быть, не обвиняли вас, может быть. Вот. То есть вы это пишете, чтобы мы как бы вошли в ваше положение. Вот для чего вы это пишете. Вот. То есть это, знаете, такая попытка оправдаться. Как бы, вы оправдываете. Влеча. Влеча. Вот. Теперь, ну, что я могу, что я могу сделать? Ну, я же, я же вот, живу в большем городе, мне 22. Я молодая, да? Хочется, там, не знаю, внимания. Хочется, там, значит, отношений живых, к примеру. Вот. Это нормально. Что вы этого хотите всего. Это нормально. Тут момент в том, что вы себе, вы себе сами, да, на это. Не даете права. Возвращается себе. Возвращается себе. Возвращается себе. Ну, вот, жить вот. В своей жизни. Грубо говоря. Почему? Ну, хороший вопрос. Тут много, ну, тут есть варианты, конечно, да, то есть вариант, например, то, что вы там можете, например, бояться, допустим, человека потерять. Да, вот просто, видите в нем родственную душу и вот, боитесь его потерять, боитесь, что он от вас уйдет, например. То есть, ну, вот, вы думаете, что, о, вот, значит, я с ним не буду, да? Ну, вот, все, он, значит, меня бросит, я останусь одна, что я буду делать одна. Ну, примерно так вот, в таком ключе, скорее всего, вот, размышляет. Вот, то есть, эта история, она про страх, определенный. Эта история про страх. Подберять, чтоб. Понравился парень? Учимся вместе. Часто видимся и общаемся. А вот, скажите, пожалуйста, чем понравился парень? Вот. Не в том смысле, что он, ну, не должен нравиться вам. Нет. Нравится супер на здоровье. Хорошо. Хорошо, что нравится. Вот. Просто, э, чем, чем, чем понравился парень вам? Вот. Ну, если, если, если он вам вот понравился, да, то, чем, вот, просто интересно в данном случае. Потому что, ну, симпатия же не просто так возникла, да, она же возникла, как бы, эх, ну, она возникла, что, она возникла к чему-то, да, получается, как бы. Вот. Вот. Вот хочется в данном случае как-то понять, а к чему, к чему важный курс на 5. Вот. Тем более, тем более, что у вас вроде как, вроде как, э, ну, есть, вот, к человеку определенные. Вот. 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 Это, это очень важный момент. То есть, если человек вам понравился, то он вам понравился чем-то, чем-то, да, чем-то. Вот. 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 Это очень важно увидеть, чем, чем он вам понравился. Что вам в нем понравилось, э, понравилось. Дальше. Э, э, при моей отношении знает, ему я нравлюсь, говорил об этом, решительных шагов не делает, не ухаживает. Ну, это его право, его выбор, ухаживать за вами, делать шаги или нет, да. Э, вот спустя время мы переспали, получается, что изменилось. Вот обратите внимание, что вы здесь, э, ну, как вы говорите, получается переспали. Ну, не получается, вот так, переспали вы. Вот. Вы переспали. И вы переспали, потому что вам этого захотелось. Понимаете? Какая штука, какая штука. Вам этого захотелось. Вам захотелось переспали. Но вы такое ощущение, что в этом тебе не признаете, не признаете. Не признаете. Вот. Но вы отказываетесь этого, это признаете, по сути. Вот. То вам захотелось, то вам захотелось внимания. Захотелось секса, захотелось тепла, захотелось чего-то и всего. Вот. Это произошло в тот момент, когда вас перестало устраивать то, собственно, как вы чувствуете себя в отношении со своим мужчиной. Вот. Вот. Есть чувство вины и переживаю за это. Из-за этого. Да. Чувство вины есть, оно связано с злостью. На молодого человека, который вас ограничивает. Ну, на самом деле это вы себя ограничиваете, но вы проецируете это на него. Вот. Но запрещается. А сыро чувство вины. Не знаю, как быть. Как быть, чтобы что. В глубине души хочется быть парнем, который сейчас нравится, но не увижу решительных шагов с его стороны и не понимаю, как быть. Это связано с тем, что вы не доверяете себе. Если вас не устраивает то, что молодой человек за вами не ухаживает, это не ваш человек. И если он вам нравится несмотря на то, что он за вами не ухаживает, Это значит, что вы хотите другого. Ни того, что вы себе не надумываете. Вот. Вы говорите, он мне нравится! Прекрасно. Чем? Как это относиться к тому, что он за вами не ухаживает? Это относится к тому так, что вы не чувствуете себя важным. Не чувствует себя значимым. А что вы сами делаете для того, чтобы быть значимым? Дальше. Ощущение, что меня используют, потому что я удобный и всегда рядом. Обычно чувство использования появляется тогда, когда человек делает что-то против воды. Ну, заставляет себя. Давайте подумаем, что вы заставляете себя делать в отношениях с этим человеком, которым вы учитесь и видитесь все время. Либо ему просто скучно и он проводит время со мной. А это заниженная самооценка. Вы не считаете, что может быть интересно. И не видите самой главной разницы между интересом и ухаживанием. Это не те вещи, которые вступают в причинно-следственную связь. Парень всегда на связи, возможности приезжать нет, но старается при любом случае. Часто говорим о будущем, но не приезжает, потому что учится за границей. Сейчас говорим про будущее. То есть, опять же, что такое будущее? Понимаете, есть ощущение, что вы хотите, чтобы мужчина вас определил. Есть ощущение, что сами вы не в ответе за свое будущее. Как будто бы. Вижу, что серьезен ко мне. Вот-вот, дает гарантию, дает стабильность, безопасность. Вас это и привлекает его серьезность. Потому что вам не хватает стабильности. Чувства безопасности, защищенности. Это личные границы. Вам не хватает этого. Отсюда и то, что вы переспали, и ощущения вас используют. Понимаете? Все взаимосвязано. Дальше. К нему чувство как будто осилили, но в нем я однозначно вижу родственную душу. А что вы имеете в виду под родственную душу? А что вы имеете в виду? Вот. Находюсь в подвесенном состоянии. Пишите вы. Да, понимаю, о чем вы говорите. Вот. Это от того, что вы не можете принять решение. Принять решение вы не можете. Потому что не доверяете себе. Боитесь ошибки. И в ситуациях, в которой вы находитесь, вы получаете определенные выгоды. Вот. Я бы сказал, что вы находитесь в треугольнике Карпера. Вот. Я бы рекомендовал его изучить, этот треугольник. Вот. И начать разбираться в себе. Потихонечку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Хорошо. d